МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о лучшей футболе-команде на планете Земля. А лучше она, потому что наша в эфире ФКУФА, наша команда. И я рад представить нашего гостя. Ну что уж там гостя, он здесь как дома, Эмиль Зенгер, мой коллега, телеведущий. И как он сам позволил себя называть, любимец всех бабушек республики. Ну, не всех, но многих. Здравствуйте! А еще он прекрасно разбирается в футболе. Мы сегодня поговорим о том, что окружал Башкирский и не только весь российский, наверное, футбол в последнее время. Начнем наш разговор, Эмиль, с матча, который ты, конечно же, внимательно смотрел. Да что там смотрел? Разбирал детально. Уфа-Динамо. Последний календарный матч Уфы. Какие-то общие впечатления ты вынес из этой игры? Ну, вообще, от этого матча, я думаю, и наши болельщики. И мы тоже ждали многого. Но важный фактор был у Динамо, это возвращение Игоря Денисова. Каким бы он ни был, может быть, он уже и не на пике далеко своей формы. Но, тем не менее, это все-таки игрок очень опытный, очень важный. Ключевой игрок центра поля Динамо. Его появление в составе, оно сказалось существенно на игре московской команды. Но в то же время, конечно, и динамовская молодежь тоже себя здорово проявила. Достаточно Дмитрия Живоглядова того же вспомнить, какие он передачи на весны отдавал. То есть, это было любо-дорого посмотреть. Конечно, там и погодные условия были непростые. И, ну, скажем так, динамовцы сыграли хорошо. В какой-то степени, может быть, им повезло. Но нашу команду упрекнуть особо не в чем. Ведь моменты тоже были у ворот Габулова. И ему приходилось выручать. И достаточно вспомнить те удары, которые Эгбун имел. Ну, вот смотри, перед матчем очень много говорилось о том, что главный тренер команды Андрей Кобелев в случае неудачного результата может команду покинуть. Об этом мы очень много писали. Как ты думаешь, повлияло ли это на настрой динамовцев на этот матч? Ну, это вполне могло повлиять. Тем более, Андрей Кобелев специалист достаточно авторитетный. И он знает, как настроить команду. Тем более, на такой важный для себя и для своей же команды матч. Не приходится говорить о том, что командам и то, и другое очень нужны были очки в этой игре. И Уфа начала так игру действительно по-хозяйски. Показалось, что вот сейчас свою игру Уфа найдет. Был момент у Зинченко вначале очень неплохой. Почему хватило только на первые 15 минут? Это ведь вопрос везения тоже. Забило бы Уфа первые 15 минут. И как бы игра повернулась? То есть, здесь эпизод может решить все в таком матче. Абсолютно все. То есть, повезло, не повезло. Ветер подул туда, ветер подул в другую сторону. И все. Игра просто поменялась. То есть, такой беспощадный российский футбол? В данном случае погодные условия были очень тяжелыми. Даже смотреть на это. Вот смотришь и думаешь, да, тяжело, ребята. Давайте посмотрим, вспомним наш сюжет о матче Уфа-Динамо. О том, как развивались события. Когда был забит гол. И после этого сюжета еще поговорим об этой игре. Уфа начала встречу с Динамо в хорошем темпе и с нацеленностью на ворота. В итоге этого оплатилось. Очень хороший удар Александра Зинченко. Болельщики на трибунах оживились. Казалось, что футбол не даст замерзнуть, даже несмотря на ненастную погоду. Но по прошествии 15 минут белоголубые перехватили инициативу. А затем и открыли счет. Случилось это после ошибки центра обороны Уфы. Пауревич и Никитин не разобрались, кто же должен помешать Бичираю воспользоваться передачей Живоглядова. Тут же Динамо едва не отличилось во второй раз. Драгун выиграл верховую борьбу. Пауревич подправил мяч в штангу своих ворот, а погребняк на добивании попал в перекладину. 0-1 после первого тайма. Перехватили инициативу, да. Конечно, начало не очень удачное было, но получилось, что начали стараться держать мяч, открываться в зону, которая у них появляется впереди, и пользоваться этим, и подавая штрафную, что и привело голову. Важным участником встречи стал сильнейший ветер, который после перерыва всерьез осложнил жизнь Габулову. Мяч буквально притягивало к воротам Динамо. Но уфимцы так и не сумели подстроиться к погодным условиям. После фланговых подач мяч зачастую уходил за лицевую линию. Хорошо добавил атакующим действиям уфы нигериец Слай, оправившийся от травмы и вышедший на замену. Дважды судья мог назначить пенальти ворота Динамо, а в первом тайме Ещенко ударил Диего по ноге. Свисток судьи промолчал, равно как и в ситуации, когда мяч попал в руку Игоря Денисова. Во втором тайме мы сумели сыграть гораздо лучше. Я слышал, что был пенальти, я видел, что был пенальти. Но все, что мы могли сделать после этого, это идти вперед, что мы и делали. К сожалению, несмотря на старания, уфимцы так и не сумели забить. Да и опасных моментов у ворот Габулова в концовке почти не было. Ну, пока позволяла погода, то есть не было ветра, мяч можно было держать внизу. И, в общем-то, было несколько хороших комбинаций. Не хватало опять точности в завершающих стадиях. Динамо прервало серию из пяти матчей без побед и поднялось на десятое место в таблице. Уфа с 17 очками располагается на 14-й строчке. Ну что ж, давайте продолжим обсуждение матчей Уфа-Динамо. Габулов сыграл грандиозный матч. Это была первая для него игра после определенного перерыва. Это что, заявка на возвращение Владимира Габулова в строй? В строй, в смысле, в сборную? В обойму сборной, ты имеешь в виду? Ну, в сборную мы еще коснемся, но пока просто вот так вот. Возвращение Габулова. Владимир Габулов всегда, по большому счету, считался сильным вратарем. И он играл именно уверенно очень в матче с сухой. То есть, даже тот момент, когда с углового была исполнена подача в перекладе. Но Габулов там все контролировал. Для него, ну, он просто не мог даже сухой лист запустить, как Давид Дехе запускал за Мальчестер Юнаета. Скажи, Эмиль, как ему удалось приспособиться к тому, что ветер буквально как пылесосом притягивал мяч к его воротам. Он выбивал его от ворот, и мяч практически к нему уже возвращался. Ну, опытный вратарь. Вот здесь вот опыт, он и играет роль. Владимир, я думаю, не один такой матч уже провел. И поэтому для него это, ну, ветер-ветер. Дождь-дождь. Он профессионал, он знает, как свою работу выполнять. И вот этим он и молодец. Мы еще не говорим о том, что снег был, стеной буквально стоял. Ничего не видел Владимир. Ну, просто герой вот... В слепую ловил, да? Да. Ну, наша-то команда. Давай обсудим игру наших башкирских ребят. Понравилось ли тебе, как действовали во втором тайме особенно? Ты уже начал разговор об этом, о том, что Слай удачно вышел на замену. Тоже, кстати, после травмы. Ну, там Слай был очень хорош. Его достаточно вспомнить, его этот прорыв по лицевой линии. То есть он в порядке, он... Скорость есть, рывок есть, сумасшедший для нашего чемпионата. Я все надеюсь, что он, наконец, раскроется и, наконец, начнет показывать игру футболиста сборной Нигерии. Уровня сборной Нигерии. Это, причем, высокий уровень. Африканские футболисты, атакующие, атакующего плана, они все достаточно быстрые и сильные. И я думаю, что Игбун еще свое слово скажет. Многократные чемпионы мира до 20 лет, между прочим, Нигерийцы. Вот так. Не мне вам об этом, Эмиле, рассказывать. Фатас Бичерай забил единственный мяч в этом матче. Не так много новичков было у динамовцев. Холнин и Бичерай. Один молодой шведский защитник, другой нападающий, который уже в третьем для себя Динамо играет. После Загребского и Минского, теперь Московская. Как тебе игра этих двух футболистов? Ну, Бичерай свой момент использовал. Задачу, которая стоит перед форвардом, значит, он выполнил. Но все-таки Динамо, когда у них были проблемы с этим финансовым фейерплеем, когда их, скажем так, сняли с европейских турниров, когда им пришлось распродать всех иностранцев, была такая надежда, возможно, идиллическая, что у нас будет в чемпионате клуб, составленный полностью из россиян. И вот, по большому счету... Сначала мешал Губачан, да? Да, да. А теперь вот эти два смешательных футболиста. Но все-таки раскрывается же молодежь, что Динамо. Живоглядов, Морозов. Есть, есть ребята, которые способны удивлять. И я думаю, что и форвард тоже может найтись. Ну все, предлагаю закрыть тему Динамо. Обсоятно поговорили об этом клубе. К сожалению, финцы уступили в последние, на данный момент для себя, матчи премьер-лиги. И после этой игры команда получила несколько дней выходных и отправилась на сбор. Очень важный сбор в город Кисловодск. Мы команду проводили. И сейчас покажем вам небольшой сюжет на эту тему. На сбор в Кисловодск Уфа отправилась ранним утром в среду. Место сбора уже вполне привычное. Отель Парк Сити. Оттуда в половину пятого автобус команды выехал в аэропорт. Честно говоря, сегодня очень не хотелось вставать в 4 утра. Но, тем не менее, нельзя было упускать возможность проводить нашу команду на сборы в Кисловодск. Ведь они могут стать решающим фактором в концовке сезона. Именно работа на этих сборах принесет нам очки. Или же не принесет, узнаем позже. Большинство футболистов в Кисловодск отправились не из Уфы. После матча против Динамо игроки получили три дня выходных. Вместе с административным штабом команды, перед транзитом через московский аэропорт Шереметьево, в Кисловодск вылетели Азамат Засеев, Павел Аликин, Денис Тумасян, Игорь Безденежных и Семен Фомин. Перед отлетом нашей команды на сборы в Кисловодск мы пообщаемся с начальником команды Артемом Кашуба. Артем, здравствуйте, доброе утро. Расскажите, почему именно Кисловодск был выбран местом дислокации очередного сбора уфимцев? Доброе утро. Ну, по месту сбора, наверное, вопрос к тренерскому штабу. Выбор пал на Кисловодск, посмотрим, как у нас получится в этот раз. Я думаю, команда в Кисловодске поработает плодотворно и перед решающими матчами, перед заключительными девяти матчами мы подойдем в оптимальной форме и в полном объеме. А настроение вообще какого, ребят, после последних двух неудачных результатов? Настроение у всех боевое, я думаю, ну да, неудачные результаты, но тем не менее у нас есть девять матчей впереди. И что ребята, что тренеры США, что, в принципе, и администрация, руководство клуба в полной решимости за этих девять матчей взять максимальное количество очков. Я не говорю, там девять матчей выиграть, но в каждом матче будем биться за победу. Кисловодск для Эвкауфа – историческое место. Именно там прошел первый в истории сбор команды. В этом городе Андрей Кончельскес отбирал игроков для стартового сезона команды во втором дивизионе. По завершению нынешнего сбора 31 марта пропичный Евгений Перевертайлов отправился в Гегатеринбург. Там они 2 апреля в рамках 22 тура встретятся с Уралом. Переходим к следующей теме нашей программы. Мы, конечно, не можем обойти стороной грандиозный скандал, который на этой неделе случился с игроком футбольного клуба УФА Александром Зинченко. Александр прилетел в Киев по вызову официальному. Все видели эту бумагу в интернете. Абсолютно все. Да, потому что ее просто нам предоставили, и ему там сказали, что он не вызван. Нет, ему сказали же, что он болен. Вызван, но болен. Нет, то, что он болен, уже сказали после того, как он уже покинул его расположение. Вот как-то здесь уже зерно сомнения посеялось, скажем так. Ну скажи, ты верил ли на момент поступления этой информации, что у Зинченко есть болезнь? Ну, достаточно странно вызывать человека в сборную изначально, если есть какие-то сомнения в его состоянии здоровья. Ну и, по крайней мере, судя по игре с Динамо, Зинченко не только не болен, но еще и здоровее всех. Нет, ну согласись, он ведь мог подхватить некий вирус в полете, скажем так. Ну, скажем так, теоретически это возможно. А сейчас на эту тему у нас есть видеоматериал, с которым поделились наши коллеги из футбольного клуба УФА. Александр Зинченко вернулся в расположение клуба, из Киева прилетел, присоединился к команде на сборе. И вот так он занимается. Давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, вот такое видео и вопрос, Эмиль. Похоже на то, что человек на этом видео безнадежно болен и не может продолжать свои футбольные выступления? Ну, на мой взгляд, непрофессиональный, возможно, не похоже. Ну, ведь врачи сборной Украины, они же наверняка тоже профессионалы. Они, может быть, что-то увидели, что-то углядели. Но так визуально, что человек не может играть в футбол, глядя на это видео, сказать нельзя, потому что играет еще как. Ну, как дальше под вами будут складываться отношения Александра Зинченко и национальной, молодежной сборной Украины? Я надеюсь, что хорошо будут складываться, потому что Зинченко – это игрок талантливый не только по меркам нашего чемпионата, по меркам мирового футбола. И поэтому потеря Зинченко для турниров национальных сборных – это потеря для всего футбола. Такой талант пропадать не должен. И тем более человек заявлял неоднократно о том, что готов он играть за свою страну. Он готов за нее забивать. Глупо препятствовать этому. Причем необоснованно. Нам остается только порадоваться за Украину, за то, что в этой стране так много молодых, хороших футболистов, что можно себе позволить отказаться от услуг Александра. В этой связи, как ты думаешь, наверняка с еще большим старанием будет Саша в играх за футбольный клуб Уфа себя проявить и показать, что с ним не совсем справедливо, может быть, обошлись. Мы все этому будем рады, если он злее будет и будет забивать еще больше и отдавать еще больше. И команда будет побеждать еще больше. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в футбольной жизни самых разных уголков Башкортостана. На очереди Училы. Команда «Горняк» начала подготовку к чемпионату Республики по футболу. По традиции, к летнему сезону коллектив готовится сначала в зале. При этом успешно выступает в чемпионате Республики и первенстве за Уралия по мини-футболу. В команде есть и местные воспитанники, и группа игроков из Уфы и соседней Челябинской области. Соотношение 50 на 50. Подрастают и местные воспитанники 97-го и 98-го годов рождения. Так что в ближайшем будущем своих ребят должно стать больше. В прошлом сезоне «Горняк» занял третье место, отстав от чемпиона уфимского «Арарата» на три очка. Я считаю, этот сезон у нас не прошел так. Знаете, как говорится, два года подряд чемпионы, а здесь третье место пошло на ухудшение. Нет, зачем? Сильные команды, первая шестерка, очень хорошие команды были. Да и уфимские все команды, может быть, за исключением молодежной команды «Динамо», остальные все очень хорошие, такие боеспособные. Так что чемпионат, в общем-то, интересный, мне нравится. Во всех турнирах, которые проводятся у нас на территории Училинского района, в городе Училы, за пределами, мы везде участвуем. И ребята стремятся, тянутся к этому. И молодцы просто. Мы возвращаемся в нашу студию и говорим о том, что нас ждет впереди. После сбора в Кисловодске Уфа встретится с Уралом из Екатеринбурга. В этом сезоне Урал совсем уфи не хозяин по турнирной таблице. Восьмое место у Урала достаточно очков. Команда уже вряд ли вылетит, да даже в зону стыков не попадет. Скорее всего, мотивация у Урала есть, потому что ведь и наверх тоже, наверное, сложно будет. И без того большая конкуренция. Ну вот этим и нужно пользоваться. Раз Урал будет не столь мотивирован, как это, возможно, предполагалось до начала чемпионата. До начала чемпионата, возможно, кто-то думал, на их месте должны быть мы. Теперь нужно доказывать, нужно побеждать Урал. Три очка. Я думаю, что в нашей команде это по силам. Урал ведь очень неудобный для нас соперников. Я думаю, вы, Эмилия, об этом не можете забыть. И еще о том, что в сумасшедшей форме Спартак Гогниев. Ну, Спартак, сейчас все Спартаки в сумасшедшей форме, в том числе и Гогниев. Так что будем надеяться, будем надеяться, что наши защитники не позволят себе грубо ошибаться. Будем надеяться, что наши полузащитники создадут для наших форвардов достаточно моментов. Будем надеяться, что Александр Зинченко все всем докажет в очередной раз. И будем надеяться, что Вячеслав Кротов тоже недавно Толенчев заявил, что... Я, говорит, слежу за игрой Вячеслава. Но, говорит, мы не задумываемся над тем, чтобы его пригласить обратно. Так как же? То есть у Кротова тоже есть дополнительный повод себя проявить. Да, и чем матч с Уралом не время и не место для того, чтобы это наконец сделать. О тактической схеме у финцев. Ведь Евгений перевертал игру команды «Перестроил». Мы играем в три центральных защитника. С двумя фланговыми игроками, которые закрывают бровки от своей штрафной до чужой. Зачастую это Кротов и Зинченко. Как тебе эта схема? Хочется спросить. Ну, здесь я могу судить тоже с точки зрения непрофессионала. Чисто на мой взгляд. Ну, вполне возможно, что Кротов все-таки игрок более атакующего плана. Возможно, что на позиции центра форварда он сможет забивать больше. Но это только мое предположение. Хорошо. Раз зашел разговор о позиции центра форварда Харис Ханжич, на мой взгляд дилетанта, последний матч про Динамо провел не очень удачно. Очень много старался и работал, но практически ничего не получилось. Что у Фея делать с нападающим? То есть ты склоняешься к тому, что Кротова вперед. Я склоняюсь к тому, что форвард должен забивать. Если у форварда есть моменты, форвард должен забивать. Если у форварда нет моментов... Не важно, какая фамилия у этого форварда. Не важно, какая фамилия. Абсолютно. Задача флангов – это доставить мяч штрафную каким-то навесом или прострелом. Задача форварда – завершить. Здесь все достаточно просто. И удача в какой-то степени тоже играет роль. То есть бывает так, что футболист классный, квалифицированный, но ему просто не везет в этой команде. Я ничего не хочу сказать плохого про Харриса Ханджича, но пока создается именно такое впечатление, что ему просто катастрофически не везет. То есть сказать, что он футбол не умеет играть, ну это же бред. Он играл в одной команде с Робертом Ливандовским. И все об этом знают. Выходил на поле, между прочим. Роберт Ливандовский в матче с Уралом нам бы не помешал. Но у нас его нет, к сожалению. Такой еще момент. Сейчас на команду набросились в интернете. Все, кому не лень, пишут гадости, отправляют в кавычках ФНЛ. Как ты думаешь, зачем это вообще нужно? Не лучше ли поддержать команду, создать позитивный эмоциональный фон? А это вот кто пишет? Болельщики или вот такие болельщики? Неизвестно, понимаешь? В интернете ты не знаешь, кто это написал. Просто надпись есть, это факт. Ну человек спрятался за ником, он, естественно, ну скажем так, возможно, на стадионе-то ни разу не был. Что здесь говорить? В интернете, естественно, много грязи, много разных комментариев, содержание которых можно поставить под сомнение абсолютно точно. Поэтому придавать этому какое-то большое значение не нужно. Главное, что есть те люди, которые команду поддерживают, которые всегда с ней будут. Поэтому здесь, ну, я сомневаюсь, что на ребят каким-то образом влияют комментарии анонимных непонятных людей в интернете. Главное, чтобы на стадионе во время матчей была достойная поддержка, чтобы ребята шли вперед, знали, для кого они играют, за кого, и что за их спинами. Там стоит армия болельщиков, которая их поддержит в любом случае. Золотые слова, Эмиль. Я присоединяюсь, подписываюсь под каждым словом. Друзья, будьте добрее, прекратите писать в интернете всякую чушь. Приходите лучше на стадион. Правильно я говорю, Эмиль? Абсолютно верно. Спасибо большое, Эмиль, что пришел сегодня в нашу студию. Эмиль Диенгиров, мой коллега-телеведущий, был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Эмиль, спасибо. Дорогие друзья, с вами я прощаюсь. Приходите на стадион. Уже есть билет в продажу на ближайший домашний матч. Все будет хорошо. И не забывайте никогда, Эх, Каупа, наша команда. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин